Несмотря на то, что блокчейн на самом деле является очень прозрачной и якобы безопасной структурой, нередки случаи, когда пользователи, коллекционеры покупают ворованный цифровой контент. Как избежать таких случаев, как научиться отличать ворованную NFT от неворованных, интересные мировые кейсы, а также, конечно, мой личный опыт, мы и обсудим в этом видео. Для начала давайте вообще поговорим о том, как на рынке появляются ворованные NFT, откуда они там берутся. На самом деле все достаточно просто. Люди, коллекционеры, имеющие какие-то дорогие NFT на своих кошельках, они, например, подключились к какому-то сайту, который создали мошенники. И с помощью смарт-контрактов, то есть человек не ту кнопочку нажал, не то подтвердил, они сами дают одобрение на перемещение NFT со своего кошелька на кошелек мошенников. Дальше мошенники эти NFT берут и выкладывают на общеизвестные маркетплейсы, где пытаются продать. Слушай, а нельзя просто скачать с интернета картинку и залить ее под видом своей оптимической работы? Так тоже делается, но это не ворованные NFT в обычном понимании этого слова. По сути, это копии коллекции, это тоже вид обмана и мошенничества, но такие NFT не считаются ворованными. Это просто дубль коллекции, с которой маркетплейсы в последнее время борются отдельно. Нарваться на покупку ворованного NFT может каждый, особенно часто на это попадаются новички. Ставь лайк, если тоже новичок и только начал разбираться в этой сфере. Если вдруг вы оказались в такой ситуации, то ваш единственный вариант как можно быстрее определить, что NFT воровано и от нее избавиться. В одном случае NFT будет помечено маркетплейсом как ворованным специальным значком и избавиться от нее будет крайне проблематично. То есть продать ее через маркетплейс на вторичном рынке будет нельзя. Есть ли какие-то еще варианты от нее избавиться? Да, можно, например, продать ее на маркетплейсах, на которых проверка еще не была введена. Либо можно ее, например, обменять на какую-то другую через трансфер, отправив другому человеку. Но все это уже требует определенной степени подготовки и вот этих всех интеллектуальных кульбитов. Для тех, кто хочет узнать больше информации, научиться отличать ворованные NFT от неворованных, хорошие коллекции от плохих, добро пожаловать в мой телеграм-канал по ссылке в описании. На заре нашей карьеры мы еще не очень хорошо разбирались в NFT и искали NFT на разных маркетплейсах. И тут столкнулись с коллекцией Carafour. Это одна из моих любимых коллекций, вы знаете, от индонезийского миллиардера. Он эту коллекцию запустил на разных маркетплейсах. В частности, она продавалась на таком маркетплейсе, как Luxrar. И стоила там дешевле, чем на всем известном OpenSea. Наши аналитики нашли эту NFT, с удовольствием ее купили. Буквально чуть-чуть дешевле рынка. И с удивлением потом, увидев в личном кабинете на OpenSea, увидели там пометку, что ее продать нельзя. Всю эту ситуацию сразу мы начали обсуждать, разбираться в чем дело. И оказалось, что маркетплейсы помечают ворованные NFT такими метками. Поэтому мы были вынуждены пойти единственным путем, который у нас оставался. Это вернуться на Luxrar и продать ее там же, где мы и купили. Продать ее быстро, также за ту же стоимость, за которую мы купили, не представлялось возможным. Поэтому мы были вынуждены продать со скидкой. И купив эту NFT по тем временам за 4800 долларов, мы продали ее за 4100 долларов по самой низкой цене на рынке. Потому что владеть ворованными активами вообще в целом не экологично. И свой кошелек засорять такого рода активами нам не хотелось. Причем есть те, кто прекрасно относится к ворованным NFT, их набирает по флору. Потому что в блокчейн-контрактах, которые к NFT приписаны, там все равно можно воспользоваться всеми же благами. То есть NFT-сообщество в целом не одобряет возвращение краденого владельцу. децентрализованной системы, поэтому если тебя кинули, ты сам виноват. То есть вот так децентрализованная комьюнити рассуждает. Поэтому здесь зачастую люди купили ворованную и купили, тоже нормально. Но для фондов, для такого как наш, это является не экологичной системой. А какой мир вам ближе? Мир децентрализованного ближайшего будущего, где каждый человек будет ответственен за свои активы. Если потерял, значит сам виноват. Или мир, в котором правит закон. Если вы что-то потеряли, вас обманули, то какая-то большая рука с дубинкой вернет ваши активы вам, а мошенникам настучит по голове. Делитесь в комментариях, за какой мир будущего вы. Давайте обсудим. На самом деле в мире есть очень громкие кейсы мошенничества и воровства. Один из самых известных, когда покупатель, его ник был Прэнкси, купил картину Бэнкси практически за 100 эфиров. Это больше 300 тысяч долларов на момент покупки. А оказалось, что он купил ее через взломанный сайт. И хакер забрал все деньги. Прэнкси начал расследование. И в какой-то момент хакер вернул ему почти всю сумму, 98 эфиров, назад. Очень громкий кейс коснулся криптопанков. Мы их, кстати, обсуждали в одном из недавних видео. По ссылочке в описании можете перейти и посмотреть. Это самая известная мировая коллекция. И вот как раз один из лотов этой коллекции под номером 7557 был выставлен на продажу. Но продавец ошибся и вместо точки поставил запятую, перепутал знаки по факту. И выставил коллекцию, по сути, лот из этой коллекции в 10 раз дешевле, чем он на самом деле стоил. Конечно, это аукцион неслыханной щедрости. Этот лот сразу был куплен. А продавец вполне легально, кстати говоря, из-за своей собственной ошибки потерял кучу денег. Также интересен кейс Келвина Бессера. Этот парень купил несколько обезьян и в какой-то момент решил их продать. Три обезьяны Борда и Пьяхтлаб было у него в коллекции. И он обратился за помощью к ребятам, которые сказали, что помогут ему установить метамаск, помочь с продажей. И, в общем, они ему так помогли с продажей, что в конечном счете все три обезьяны оказались у злоумышленников, у мошенников. Доверять в этой сфере, в этой индустрии на самом деле никому нельзя. Он обратился к общественности и попросил помочь ему с этой потерей и бойкотировать людей, которые у него таким мошенническим способом этих обезьян увели. Несколько маркетплейсов, таких как Rival, OpenSea, поддержали его и пометили эти NFT как невозможные к покупке. Как же не попасть в такую ситуацию? Как всегда, самый главный фактор, который человек заводит в такие ситуации, это жадность. Человек гонится за супернизкой ценой. И когда он видит какую-то коллекцию, в которых, например, самая низкая цена floor price, так называемый, 10 эфиров, и тут одна NFT, она вдруг ни слова ни сего стоит 5 эфиров. И он такой, о, здорово, я куплю. Он покупает и через некоторое время может оказаться владельцем ворованной NFT и уже думать, что с ней делать дальше. Поэтому вестись на вот эти штуки, вот этот бесплатный сыр в мышеловке, про который мы уже 100 раз вообще в жизни слышали и попадали в NFT-среде, работает тоже. Не ведитесь на это, будьте внимательны. Также обращайте внимание на маркетплейсы, на которых вы покупаете активы. Маркетплейсы становятся все больше, не все из них следят за тем, какие NFT ворованы, какие нет. Я очень рекомендую проверять тот или иной лот перед покупкой на, например, OpenSea, потому что OpenSea очень четко бдит вот эту всю безопасность. Поэтому хотите купить лот, например, на другой площадке, пробейте его на OpenSea, если он там стоит, нормальная у него история, то есть он передавался из рук в руки, то есть это торгуемый лот и не упал вдруг откуда ни возьмись, то в принципе с высокой долей вероятности это NFT чистая, а не ворованная. Не будьте мамонтом, которого скамят, не попадайтесь на уловки мошенников, не будьте излишне жадными. Свои деньги при правильном умении вы всегда заработаете. С вами были «Гусиные истории», я Антон Гусев. Удачи, не попадайтесь.